Приветствую вас, вы не заданы никакого вам образа, то есть описали только ситуацию, описали ее достаточно коротко, но тем не менее, вполне понятно. Значит, что сейчас происходит у вас на отношениях. Сейчас вы со своей супругой знакомы были, когда еще не были детьми, а сейчас вы совершенно взрослые люди. Так вот, если раньше супругов воспринимала вас как человека, с которым у нее все впереди, с которым она молода, с которым она, как бы сказать, перед жизнью находится, то сейчас такой возраст, когда она понимает, что она что-то больше, что жизнь еще не прошла, но она уже находится на довольно-таки активной стадии. И у нее, у нее есть свои интересы, не те, которые были тогда, когда она начала с вами встречаться. И в результате этого, именно в результате такого изменения внутреннего самооценки, изменения, значит, самовосприятия окружающего мира и прочего, женщина сейчас, считает, что вы не подходите, да, ее, насчет, собственно говоря, цели, жизненных целей. Отчасти это может быть связано с тем, что вы ровесник, отчасти может быть связано с тем, что вы слишком сильно изменились, она не видит вас уже от того мужчину, которого когда-то видела, потому что все-таки с тех времен много прошло, всего большой период прошел в школе, значит, вы были подростками, а сейчас вы уже, как я уже говорил, почти полностью сформировавшиеся личности, вот. И в результате этого ваша женщина ощущает, что живет с вами уже по, скорее, инерции, чем по желанию, и не хочет больше так жить. Значит, что можно в этой ситуации сделать? В этой ситуации самое лучшее будет, если вы дадите своей друге, время подумать, время побыть одной, не будете давить, не будете чего-то от нее требовать, выяснять и так далее. Дайте женщине спокойно собраться с мыслями, подумать над тем вообще, что для нее важно, может быть, какое-то время побыть без вас, и после этого ответьте себе на вопрос, любите ли вы ее или нет. Но если любите, то, наверное, хотите ей всяческого счастья. Но, ведь, если она не захочет с вами быть, если она говорит, что не любит вас, значит, с вами она не счастлива. Значит, без вас будет счастлива, а в любом случае счастливее будет. И вы, как любящий человек, это ее решение примете. Если же вы не любите, то тогда получается, что и у вас то же самое ощущение, что у нее. Только она, в отличие от вас, ну, нашла в себе силы этот примат. Она нашла в себе мужество признать, что больше не работают. Так как нужно то, к чему привыкнуть на протяжении большого количества времени. И, опять-таки, для вас будет лучше, если вы все-таки примете реально такую, 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 что она есть. И смиритесь в этом случае с тем, что отношения людей могут закончить. Что вы лично изменились, чтобы дальше быть вместе. Ну, и что еще надо знать, так как то, что люди не могут заставить себя любить. Они либо любят, либо чувствуют что-то, либо нет. И потому, если же ваша женщина действительно перестала к вам что-то чувствовать, то уже никакими силами никак нельзя заставить ее в ногу вас полюбить. Остаться только принять ситуацию такой, какая она есть. И жить дальше. Уже с расчетом на этот. А расчет на это может проявляться в том, что женщина может позволять вам влюбить себя дальше, как она может быть с вами, но при этом есть риск, что она влюбится в кого-нибудь другого и захочет уйти. Либо ее неприятие таких отношений и, по сути дела, работа, работа, расход. И для вас тоже, во избежание травм психических, во избежание проблем, во избежание противоречий, ее решение лучше принять. Просто потому, что в одном случае, вами будет ощущаться тяжесть, вами будет ощущаться напряженность, что ничего хорошего в итоге для вас не принесет. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, всегда помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго и удачи.